Я обещал вам рассказать, вернее представить, целую эпопею оздоровления Эдуарда. И хорошо все было бы выстроить в таком хронологическом порядке. Все началось 6 марта 2020 года. С письма «Доброго здоровьица, хотелось бы приобрести ваши книги. Объясните, пожалуйста, как мне это сделать?» Далее последовал список книг, которые Эдуард хотел бы приобрести. Всего где-то было 12. Далее тут деловая переписка идет. Все я перевел, все там получил. 10 марта Эдуард написал «Благодарю вас, соглашусь со словами врача-натропата Бориса Увайдерова, который сказал, что вам уже при жизни нужно поставить памятник за проделанную работу, его, так сказать, развитие, чтобы выманить его. Это тоже интересная такая методика. Для этого я, значит, порекомендовал вот эти ватные диски и опылки. Так, далее. Насчет голодания Эдуард пишет. «Соглашусь с вами. Думаю, хлебный мякиш с травками Бурью будет самое то». То есть, чтобы, как бы сказать, легче принимались травы по Татьяне Буревой, их в хлебный мякиш завернуть и проглотить. Пришла мысль опилки на ночь смочить чуть сладкой водичкой, как вы на это смотрите, или будет вполне достаточно влажных опилок. Я думаю, что этого достаточно. Да, кстати, вот что я ответил. Да, с микромером поступать надо умно. От подавления, попыток его убить, он прячется и мутирует. А вот обмануть его, как грудное дитя, которое тянется за мамкиной сиськой, можно. Дадим. Итак, мы с вами остановились на 21 мая. Здесь у нас идут фотографии, перевязки ног какие. Итак, 22 мая. Доброго здоровья. Ночью практически не спал. Сильная вибрация, кровоток. Поэтому снов не видел. Были коротенькие провалы, фрагменты, которых я не запомнил. Но ощущение от них положительное, без негатива. В час 30 обнаружил, что лимфоузлы в паху чуть увеличились и выдают при пальпации небольшую терпимую боль. Температуры нет. Узелков очень много, а я думаю, что по одному с каждой стороны. Вот это, конечно, уже говорит о том, что организм начал бороться, подключил лимфатическую систему. То есть, начал включаться по полной программе. Мы с вами остановились на 23 мая. Вот что пишет Эдуард. Чудеса. Сейчас менял в ванной свое грязное полотенце на чистое. И мне в руки попалось белое полотенце с голубыми полосками. Именно это полотенце я видел во сне. Такие феномены происходят. Тут нам показывают язык. Вылез лишай на лице и на руках. 23 мая с самого утра язык был бледно-розовый с небольшим, как мне показалось, с антенком желтого. Сейчас язык выглядит так. Вокраснение на щеке слева от носа уменьшается. Прищики на кисти подсыхают. Я по квартире как электроник. Действие быстро и точное. Мозг как компьютер. Увеличилась скорость процессора. Глаза горят. Жена сказала, ты какой-то не такой стал. Резкий что ли? Спасибо за советы. Значит, продолжаем советовать, советовать. И вот они фотографии. Вот энергетики вяжущего вкуса и подсыхания. Правая стопа норм. Коросты отходят потихоньку. На левой стопе коросты тоже отлетели. Но проблема в том, что на большом и втором пальце с внутренней стороны, а также аналогичные раны между вторыми и третьими пальцами имеются не заживающие мокрые раны. Жидкость из ран, слизистая и воняет тухлая рыба. То есть, все еще идет. Он еще там. Все это. Не так-то просто. Эти раны не затягиваются новой кожей, а постоянно мокрые. Хотя там есть вентиляция. Ну и что? Там сидит сам рябок. Он еще никуда не ушел. Он там, грубо говоря, кормится. Он там делает свои дела. Думает, выходить или не выходить. Именно эти раны создают дискомфорт и боль. Тянет и воврачивает суставы. Видите, тянет и воврачивает суставы. Это говорит о том, что пророс, пророс и в суставы. Суставы очень любят грибок. Состояние организма несколько хуже, чем вчера. Хотя температура вроде держится 36,7. Не пойму. Хотел спросить. Неоднократно во снах мне за какую-то помощь услугу людям, а не эти люди в знак благодарности давали мне 100 рублей купюры. К чему это? Что к чему? Значит, язык тут. Слизь. Далее слизь выходит. Далее ноги. Ноги совсем другое дело. Совсем другое дело. И левое, и правое. Хотя налево еще есть. Так. Я написал, значит, продолжать все, что он делает. С нами разберемся. Ну, как правило, когда вам снятся, что за какую-то услугу людям они вам платят той же монетой. Это говорит о том, что у вас имеется запас добрых дел, которые вот так вот вам возвращаются в виде помощи. Это очень хорошие сны. Очень хорошие сны. Типа глистов, слизь. Вот это вот все человек может внутри себя развести. А вот это, скорее всего, похоже на какой-то полип, который оторвался. Далее смотрим, что здесь у нас с пальцами. Это между какая-то у нас левая стопа. Между большим и вторым пальцем. Вот она как раз дырочка, через которую все это выходит. Вот она, вот она, да. То есть, как грибок примерно входил. Вот здесь самое, знаете, такое место. Влажное, то есть, грибку необходима влага. Вот как раз между пальцами она имеется. Вот он через эту влагу вошел, внедрился. И дальше пошел вверх по уже организму, по ноге, через колено, в бедро и так далее, так далее. То есть, вот его ход. 8 июня. В 3 часа почувствовал дискомфорт в левой стопе с Милтом. Так, а вот стопы, стопы выглядят прекрасно. Вот они фотографии, молодец. Что я ему советую? Все так, в области гламп полощите или смазывайте керосином раза 3-4 в день, без фанатизма, но чувственно, чувствительно. Главное не сжечь слизисту. Ноги парят целевым растворе, можно в нем чуток марганцовки добавить. Продолжаем работать. Эдуард говорит, спасибо за совет. Продолжаем с поправками. 14 июня. Накануне перед сном выпил 5 капель дегтя с водой 50 грамм. Чуть позже прополоскал горло керосином на гвоздике. Правильно. В 8.30 подъем спал хорошо, ноги не беспокоили, язык с белым налетом. Прополоскал солевым раствором, чтобы быстрее вот это все, это белое, белый налет отходил. На безымянном пальце левой руки в области суставов. Итого, ножки. Положительная динамика. Осталось всего немного в области третьего пальца небольшое уплотнение. В горле, кажется, намечаются некие подвижки. Посмотрим. Подключаем дегтярную воду. Эдуард. Показан язык. И вот выходят разного рода паразитические образования напоминающие. Так, стопы. Стопы довольно-таки хорошо выглядят. Это радует. Далее стопы в 22 часа. Очень хорошо. Правая, Эдуард пишет, правая здоровая ступня, левая почти здоровая. Это прекрасный результат. Язык не сдается. Гланды расшевелились. Попробовать чесноком пожевать пару раз. Такая доза, чтобы не спалить слизистую. Ползубчика разжевать и подержать. Если какой сон, сообщайте. Это мой был такой ему ответ. 18-го. Значит, спал удовлетворительно. 8 часов. Часов стопы ног нормальные. 23.30. Ну, левая тут немножко. 4-го июля. В стуле немного слизи. Во время пешей прогулки пришлось сознание и понимание того, что нужно голодать. Будем считать, что я вошел. Попробую насухо. Время пошло. Попробую насухо. 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 Продолжение следует...